Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня греша. 810. События дня. Псалом 33.19. Близок Господь к сокрушенным сердцем и смиренным духом спасет. За 3 марта 2018 года. Притчи 22.10. Удивительное дело, что от Господа было, что они так ожесточились. Потом им оправдание было Израилю, они истребляли всех до одного. Женщин беременных разрубали. То есть они дали повод. И Бог допустил, чтобы ожесточились. Максим Некрутенко. Мир вам. Вопрос. Насколько отец Иаким самое длительное время налажил эпидемию? У вас в общине или кому-то другому? Или кому-то другому? Да. Игнатий Лапкин. Насколько каноны повелевает? То есть так и есть. Каноны смотри и так и понимает. Канонов батюшка не отступает. Гусейнов Рустам. Игнатий Тихонович, мир вам. Я уже молился два раза, чтобы Бог даровал мне рождение свыше. И водительство духом святым. Но на душе только кошки скребут. У кошек что? Кошек надо лечить или выгонять? Если считаете нужным помолиться, буду бесконечно признателен. Спаси Господи. Я молюсь все время о вас. Василий. Это новый Василий появился тут. Я обещал вам исследовать вопрос об ритье. Сегодня меня посетили по этому поводу некоторые мысли. То есть сегодня только мысли посетили его. И он эти мысли уже за канон выставляет. Возьмем первого обращенного язычника Корнилия. Да он не первый Корнилия. Это уже после Пятидесятницы. А впереди и сотник там был какой. И он дальше вот как рассуждает. Как известно, римляне брились. И Корнилий не был исключением. Вот и как. Вот не был исключением. Вот на чем он? А не на чем. Ну в армии у нас сейчас с бородой можно? Нет. А у нас служат все с бородами. Ну в царское время после Петра Первого. Ну ты посмотри какие. Адмирал-то какой там есть. Ну просто посмотри. Что там какие. Да еще какая борода у него во всю грудь. Посмотри, кто это из них такой. Так а во время Петра Первого были? Да, конечно были. А сегодня у нас в прокуратуре работал наш брат с бородой. А он так, значит Корнилий. Дальше известно, что язычники все до одного брились. Откуда, чего. То есть я такой огромный материал дал обрадобритие. Ничего нет. А вот теперь, сегодня утром пришла мысль. То есть защитить погонь свою. Нет. И Петр не видел никак. Помешало ли его в бритье обратиться ему и принять крещение для прощения грехов. То есть ложный посыл. Бритье уже установил над ним. То есть был там, видел. Где-то Библия говорит об этом. Нет. А теперь дальше-то что? Ну дальше что? Если он там был, Петр и уходит, это вполне даже вероятно. Ладно, какая-то льгота дается. Сегодня я крещу, но больше бороды не трогай, бритву выбрось. Он никаких вариантов не делает. Предположил, сделал и свое бритвы подбородок погладил. Молодец. Нет. И Петр не видел никаких для этого препятствий. Для чего для этого-то? Для выдумки твоей нет препятствий. Из-за Петра решает, и какие разговоры были, ничего нет. Ну тут бред. После глубокого похмелья. Он сказал, итак, если Бог дал им такой же дар, как и нам, уверовавшим в Господа Иисуса Христа, то кто же я, чтобы мог воспрепятствовать Богу? А дальше сказал, такой же дар, а я бородатый, все они с бородами были, а чего ради-то он должен бы ему льготу-то давать, даже непонятно. Тем более, эти люди уже уходили военные за штат, они слагали с себя, это жития, как говорит, и Корнилий точно так же, он уже военным не был, все, последний день. Далее, нигде не сказано о том, чтобы Бог требовал от язычников соблюдение того, что продолжали соблюдать иудеи. Если для иудеев не требовалось, то все узнал, а как-то не требовалось. Ничего не требовалось никак. Никак. То есть нигде не написано было, что на родной сестре они женились. Ну бред, даже отвечать не на что. Посему я полагаю, не затруднять обращающихся к Богу из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от искверненного идолами, от блуда, удавленины и крови, и чтобы они делали другим того, чего не хотят себе. То есть не давали совет такие, чтобы брить бороду, а то в это как раз и входит. Не хотят себе себе, а не хотели, чтобы бритые были, да бритов даже в Иерусалим Давид не пустил, все кончилось. Игнатий Лапкин, тут ваши рассуждения не просто никакие, а дутые пузыри. Сначала узнали от кого-то, что римляне все были бритые. Потом нигде не сказанное быстро приставили. А потом уже на пропалу и цитируете, что в голову взбредет с похмелья языческого. Я же давал вам материал полный о братобритии, и он мимо проскочил. Так вам придется еще лет 30-40 шляться, как шатохи бесхозной собаки, по мусорным бакам и по мойкам своего скудоумия языческого и различных ересей и сект. Вы все подгоняете под то, чтобы ни в чем не измениться и при своей худости приторочиться к спасенным? Посмотрите на святые иконы, на изображения апостолов и других верных сынов церкви. Очередной шанс отвернуться себя вы пропустили мимо. Своё безразмерное себялюбие протащите еще волоком, пока крышка гроба накроет пустословие языческое. Да он сказал, что получил, больше нет. Я ему предложил сегодня встретиться в 12 по Москве. Сердар Аташев. Мирова Минать Тихонович. Спрашивал у вас, что мне делать по поводу группы в телефоне с родственниками. Буквально я спросил у вас, как на следующий день я вышел из группы. А я ему и сказал, что можно... Мол, якобы, приставать не буду. Там просто сестра младшая, двоюродная, попросила нас создать другую группу. Мол, там и ведите свою дискуссию. И на, Тихонович, я так много не знаю, по слову Божьему. Сегодня шел на работу с утра и размышлял вами сказанные слова. Помолиться и получить ответ от Духа Святого. Да. Я думал, что это возможно только после покаяния, крещения. Игнатий Лапкин. Молиться нужно и до крещения, и во время крещения, и после крещения. Всегда. А вот тут, где исследует слово Божие у нас, как называют щад. Не люблю это слово, как щад какой-то, дым угарный. И вот тут они между собой сейчас сражаются за монашество. Роман Н, Рома Н, Фроликов. Ни одного он живого слова не услышал. Монахи боятся слова Божия, потому что оно обличает их. Что дела монахов злые? Они не исполняют Евангелие, не живут по Евангелию. Они не благовествуют. Только человек, который принял благую весть по Евангелию и идет к людям с этой вестью, может угождать Иисусу Христу слава Ему. Наталья Усатая. Господи помилуй, вот от таких монахов никогда не услышишь евангельского слова, благовестия. Если бы я не читала Евангелие, никогда не поняла бы, о чем говорит Роман Фроликов. Сразу видно, по лицу и по мимике сама не знает, о чем говорит. И рождение свыше не имеет понятия. То есть какая-то монахиня, они там ее послушали, а ролики с вышестоящим никакой связи не имеют. Это другая история. В своей жизни сколько встречала этих монахинь, Исхима монахинь, и ни от одной не услышала ничего евангельского. Я абсолютно правильно. Я сколько и в разных монастырях был, и в Жорданвиле, и здесь нигде ни слова евангельского, нигде. Все молчание. Батюшка был на фоне, и даже там не разрешает разговаривать ни дорогой, ни в трапезной, ни после трапезной. Нигде. Рот запечатанный. Евгений Трапко. А там тема благовестия и не затрагивалась. Затрагивалась тема непоминающих. Вот это важно, непоминающих. Что это такое? Ну непоминающего патриарху. Скучно жить без вас. Рома Фроликов. Любая тема судима, рассудима им только по его слову, по Евангелию. К всему призывает он нас. То есть Богом это все уже, да. Наталья Усатая. Молиться надо наоборот о таких священников и патриархов, потому что им тяжело признать себя погибшим грешником окончательно. Именно так. Аминь. Молитва за ближнего имеет огромную силу во благо самому себе. Господь видит смирение молящегося и просящего о ближнем и может дать покаяние и благодать познания Духа Христова. Евгений Трапко. Да нельзя так сразу сходу судить о рождении свыше данного человека. Рождение свыше это не улыбка в 32 зуба. Наталья Усатая. Плакать надо о таких людях. Этим монахам тоже мозг переформатировали, обеты дают, а потом, когда истину познают, а обратно ходу нет. Размонашиваться нельзя. А когда начнешь обличать их, так сразу в гнев и ярость падают, да еще и вышвырнут за шкирку вон. Вот так. Фроликов. Может это и хорошо, что вышвыривают. Меньше испортят людей у себя. Евгений Трапко. У меня такое ощущение, что я тут с какими-то баптистами дело имею. У баптистов нет монахов. Жениться могут все, даже в самые высшестоящие руководстве. Но мы-то в православии, а не в баптизме. Вы куда, монашеские дети, собрались? Ага. На монашеском руководстве сегодня стоит православие. Епископы все в монашеском чине. Вы случайно там к баптистам не подались? А то, что какого времени в монашество захватили всю верховную власть, у меня об этом много сказано. Евгений, потом найдешь это, надо посмотреть в моих книгах. Наталья Усатая, благодарю Господа, что он сделал так, и я не приняла монашество, а имела сильное такое желание. Думала, что только в монашестве можно душу спасти. Мало того, Добунов думал. А сейчас я, рада им, имея свободу, могу читать Писание, говорить о Господе, и мне никто не может запретить. Свобода только во Христе обретается. Никуда пусть благовестуют, говорят о Библии, обличают паломников своих, беседуют с паломниками, а не думают, как быстрее продать икону за 200 долларов, и плюс земельки в подарок. Хватит прятаться. Кто любит Господа, тот ничего не боится и говорит открытым текстом о Христе. У святых мучеников было одно желание – пострадать за Христа, а не молчать и улыбаться в 32 зуба. Вот 32 зуба, я не знал, у меня там 5 зубов. Роман Фроликов. Сегодня монахи так же, как первосвященник Аиафа и другие священники Ветхого Завета. Говорят хорошо иногда, а поступают плохо почти всегда. Но при этом воля Божия исполняется через эти утлые сосуды чаще им в осуждение. Если монахи выгнали, чаще всего так и происходит. Радеющего об изучении Слова Божия от себя, для Бога и для изгнанного добро сделали, а для себе осуждение нажили. Наталья Усатая. Евгений, то, что стоит на монашестве, придет день, и от этих монастырей и камня не останется. Потому что Господь сказал, идите и благословите всем народом. Он не сказал принимать монашество и сидеть, только читать Иисусову молитву. Из-за них нас считают сектантами. Мусульмане вообще не понимают это. Мой муж и в Сирии, и в Ливане, и в Греции, и на Афоне был. Он Христа не увидел. И никто не попытался с ним поговорить, объяснить. Поэтому у него в православии негативное мнение. Евгений Трапко. Эх, если бы я мог бы сейчас вспомнить и привести точную страницу на цитату святителя Иоанна Златоуста на толкование Евангелия от Матфея. Иоанн Златоуст так говорит. Я своими словами скажу его слова. Не то, чтобы хочу, чтобы вы все стали монахами и ушли в расщельный скал, и удалились в пустыни и в город мира сего, как было и при Антоне Великом. Но хочу, чтобы вы во всем уподобились монахам в поиске духовной жизни, удаление себя от греховного мира, кроме монашеского безбрачия. То есть стали подобным во всем монахам, кроме безбрачия. Потому что это не всем дано. Я слушал эти слова в аудиоформате, и поэтому не знаю, на какой странице это написано в толковании Евангелия от Матфея. Наталья Усатая Я слушал это, но Иоанн Златоуст не имел в виду такое, какое оно сейчас. По духу и все. Не могут так жить. Он тоже, как и ты, защищает монашество. Ничего этого не будет. Вот когда придет война, как в Сирии, тогда все будут бежать, и верующих не найдешь. Пока храма для антихорста еще нет, но все в один день может произойти, взорвут мечеть и потом скажут, не знают, кто. А пока будут искать, то евреи все усилия приложат, чтобы исполнить свои желания. Наше дело Библию на всех языках издавать, донести через интернет и искать людей, желающих помочь. Так сейчас делают сунниты. На всех языках перевели Коран и раздают всем бесплатно. Тут у нас в Германии. Вот пример. Тут уверовавший араб говорит, что люди Библию не знают. Без знания языка можно понять примерно, о чем они говорят. И такие, как он, множество. Только о Библии везде и всем говорят и объясняют. Много через них мусульман оставили ислам. Это время самое лучшее для нас. Нужно использовать время и час, который у нас есть. Тут указываются какие ролики. Все, кто желает, потом посмотрит. Роман Фроликов. Если понимать монашество, как только отказ от супружества, то это хорошо. Хорошо вам оставаться так. Но монашество всегда понималось, как удаление от людей. В этом монахи принесли вред больше, чем все еретики в мире. Они запирали в монастырях лучших людей, которые могли бы благовествовать по всему миру. Идите и проповедуйте по всему миру. Наталья Усатая. Живое видео не подделать. Один снимает, другой говорит. А другие в стороне. Они не идут в одиночку. Для безопасности не спорят. Сдержанные и бывшие мусульмане. Ах, тут бы им дать зеленый том отца Игнатия. Был бы большой прогресс. Это 18-й том открытым оком. Валентина Сартисон. «Мир вам!» Наталья, ты вот тут яростно выступаешь против монашества и обвиняешь их в том, что мусульман не узнал от них о Христе. Но вот ты такая ревностная и знающая Христа, и мусульман находится рядом. Узнал ли он Христа и принял ли его как своего спасителя? Или кто-то из мусульман перешел в православие через тебя? Нельзя так огульно все отрицать. Много там и полезного, и поучительного для нас. Я перед отъездом в Германию неделю жила в монастыре и много взяла для себя полезного. То есть говорит совсем не о том здесь Валентина. Речь идет о том, что они не благовествуют. Они заперли людей. Это Сидоров об этом пишет. Вышла книга. Самое лучшее высасывали и, не давая потомству, уходили в песок. Евгений Трабко. Наталья Усатая, ты много пишешь об арабах-мусульманах. Стремись больше сблизиться с арабами-христианами. Наталья Усатая, я работаю над этим. И не только я, и наши друзья, тоже христиане-арабы. Говорят с ним, благодаря им он стал помягче и не такой злой. Он сам следит за новостями и понимает, что войну ведут против христиан. Слава Господу, что есть люди и помогают мне в этом. Роман Фроликов. От монахов такая же польза, как и от коммунистов-безбожников, которые якобы по-доброму относятся к христианам. Они не ведут людей ко Христу Евангельскому. Слава Ему. Они ведут людей к своему выдуманному Христу. Они, как и коммунисты-безбожники, за моральные принципы. Но нет праведного ни одного. Сколько бы принципов ты не соблюдал. Поэтому все умирают. И маленькие детки тоже. Выходит, что неоткуда ждать спасения от наказания после смерти. Единственным спасением для людей является крестная жертва Иисуса Христа. Хвала Ему. Валентина Сартисон. Наталья. Ну так здорово, не кипятись. Ну так здорово, не кипятись. Наилучший добродетель – это рассудительность. Наталья Усатая. Сейчас, когда придет Пасха, в тот год, мы пойдем в Сирийскую церковь. Там будут все и я. Использую момент, постараюсь и попрошу священника, чтобы поговорил с ним. Валентина Сартисон. Уставному благочестию и молитве нам следует поучиться у монахов. Наталья Усатая. Пишу то, что видела, слышала и общалась и с химонахинями, которые раз в год летали в Иерусалим к своему духовнику. С их нежели слов говорили «духовные развалины». Они ушли из монастырей, большинство из них – монахи в миру. Вот такое монахи в миру, такого нет. Это придумали уже. Монах должен быть в монастыре, они уставы не знают. Сидят дома и только молятся, и больше ничего. И никакого дома. Они должны быть за стенами. Их вылавливают или прямо приказ был тащить. Каноны говорят об этом, они не знают этого. Рома Фроликов. У коммунистов тоже много благочестия уставного и неуставного. Спасает не само благочестие, но благочестие с верой евангельской. Без веры угодить Богу через одно благочестие невозможно, апостол сказал. Наталья Усатая. Какой толк от уставов в молитве и исполнении правил монашеских, если они даже не читают священное писание и отвергают? Именно так. Валентина Сортисон. Неправду говоришь, Наталья. Мы в монастыре читали Евангелие, и даже матушка у меня выпросила моё новое Евангелие, так как её было слишком потрёпанное. Роман Фроликов. Читает, но не понимает во свете Библии. Понимает так, как они хотят, а не как хочет он. Наталья Усатая. Так это одна из тысячи матушек, и я жила неделю из Святогорской лаврии и Молдавии. Кроме работы никто не считал Евангелие. А в свободное время мы молились в комнатах или шли, когда было на богослужение. Я сидела за одним столом со схимонахинями и в комнате, где они живут. Я не видел ни Библии, ни Евангелия. Жития святых, молитвослов и их книга правил, которые они должны прочитывать. Я говорю о большинстве, а не о единичном случае. Евгений Трабко. Сергей Фудель, православный мыслитель, писал в своей книге об актуальности в наше время белого монашества или другими словами монашества в миру. Возвести словесные, мысленные монастырские стены каждого спасающего мирянина внутри своей души от греха и влияния мира сего. Валентина Сартисон. Так вот и не нужно обобщать. Если ты где-то в чем-то не разобралась, так не выноси осуждение. Наталья Усатая. А что молчать? Это не осуждение, а реальность. Валентина Сартисон. В данном случае лучше помолчать. Анастасия. Люди разные. Кому-то нужен именно закрытый монастырь, дабы свою душу спасти, как Мария Египетская. Все призваны проповедовать Христа своей жизнью, но не все имеют дар проповеди словами. Даже та самая потеряевка, они живут на острове, строят общину, ведут жизнь мирную, христианскую. Жизнь в монастыре и в городе это совершенно разные жизни. Златовус говорит, что он и желал бы, дабы и в городе вели строгую монашескую жизнь, чтобы обращали людей ко Христу. Но многие люди немощны и падкие. И для своего спасения кому-то лучше монастырь. Есть, конечно, где мало изучает или вовсе не изучает слово. Это плохо. Но и в городе, в храмах тоже этого мизер. Мефодий Потарский писал хорошо от детства, что многие воспринимают его как отказ от замужества. А это не так. Это тоже замужество, но за Христа. И как жена должна во всем повиноваться и угождать мужу, так и монахиня, и днем, и ночью. Плохим христианином можно быть как в городе, так и в монастыре, как в православии, так и в баптизме. Анастасия Хорошо, когда монастыри имеют при себе детские дома или больницы. Мне кажется, это очень хорошее служение. Валентина Сартисон Правильно и хорошо рассудил Анастасия. Спаси Христос. Валентина Сартисон Аминь. Аллилуйя. Наталья Усатая Такие монастыри только сейчас с приютами, детскими домами делают в Молдавии и есть и в Румынии. Там есть и школы, они обучают детей всему. И работу дают мамам, которые развелись. Так это спустя сколько времени начали? 13 лет назад не было, а сейчас множество. За такие монастыри только слава Господу. Там дети вырастают и сами делают свой выбор, как они будут дальше жить. Евгений Трапко. Мне видится время сейчас такое, когда должны восстать духовные златоусты. Последнего времени, как среди священства, так среди эмирян. Это будут люди духа пророка Ильи, как говорил в своих поучениях Ян Златоуст. Обнажу меч Слово Божьего, доколе не отсеку всякий грех в церкви, не очищу ее от беззакония. Ксения Юрова. Мир вам, дорогие братья и сестры. Простите, что вклиниваюсь в диалог, но если сочтете возможным, пожалуйста, поделитесь опытом вашего благовестия и проповеди. Как в жизни, на практике, вы проповедуете Евангелие. С чего начинаете разговор? Что считать самым важным сказать человеку, людям, с которым беседуете? Готовитесь заранее, имейте план беседы или Дух Святой в конкретном случае влагает вам нужные слова. Спаси Христос. Наталья Усатая. Про это монашество и их жизнь я много читала, но в жизни не совсем так, как написано. С русскими у меня нет прогресса в благочестии, а среди мусульман и христиан-арабов русским это чуждо. В первую очередь нужно начать с себя. У отца Игнатия есть все на сайте. Ксения Юрова. Да, Наталья, многое, что есть у Игнатия Тихоновича я изучила. Мне интересен опыт именно ваш, то есть опыт не Игнатия Тихоновича, а других православных христиан. Наталья Усатая. Тут совсем другие люди и по ситуации бывают агрессивные люди. От отца Игнатия я беру лучше, чем у него не могу представить. Мною проверено. Наталья Усатая. Наше дело донести до них а примут ли нет это я не ставлю себе в задачу. Господь даровал свободу выбора, но задумывается когда, как. Наталья Усатая. Никогда не спорю и не пытаюсь насильно доказать это к хорошему не приведет. Валентина Сортисон. Чтобы из уст наших потекли реки воды живой, нужно выпить моря познаний, а иначе двух слов связать не сможешь. сектантами, а они приходят с Библии в руках, я беседовал по откровению с толкованием 20 глава и использовал противосектантские материалы, которые есть у Игнатия Тихоновича в книгах, а с остальными как ответы на вопросы, которые задают люди. Ксения Юрова. Я понимаю, что наше дело донести. Спаси Христос за ответ. Теорию я понимаю. Мне интересен практический опыт. Валентина. Спаси Христос за ответ. Анастасия. С миром, Ксения. Очень важен личный пример, дабы не навлекать нарекания на Церковь Христову. Заинтересовать людей собою, как говорил Антоний Суровский. Дабы люди, увидев вас, христиан, сказали, надо же, они такие же люди, как мы, но как они похожи на Бога. По моим наблюдениям, вижу, что очень важна уверенность в том, о чем говоришь. Говорить как факт недопущения. А недопущение, что допустим или может, вероятно, никак. Вот я вхожу в камеру один, а ты Бог, Бог, вы Бог. И молиться о помощи Господа, ибо благовестие это не работа человека, этому нельзя обучиться или найти алгоритм. Обращение человека к Христу это явно работа Духа Святого. Господь же ежедневно прилагал спасаемых в церкви. Хотя проповедовали апостолы. Читать Писание, труды отцов, набираться опыта и знаний, исполняться Духом Святым, как написано, из чрева потекут реки воды живой. Нужно видеть и понимать собеседника. Не просто кинуть в лицо истину, а преподнести ее так, дабы человек пожелал ее взять. Для всех я сделал совсем. Если речь об обращении неверующих, нужно показать человеку радость, которую ты имеешь, живя с Богом. Если речь о сектантах, то показать им несостоятельность учения вне церкви, а для этого их нужно знать. А определенного плана, на мой взгляд, нет. Нужно чувствовать, учитывать ту или иную реакцию человека. Написал они теорию, свой опыт. Мы собирались начать, где велись спокойные, дружеские и непринужденные беседы. Когда видишь, что люди тебя с интересом слушают, то и беседу вести приятно. Среди этих людей были люди, которые знают Игнатия Тихоновича. Лично они были на беседе с ним, когда он приезжал к ним с благовестием. К нам, к нам. И тут уже было легче. Можно даже выставить понравившийся ролик с его участием. Но это касается не церковных людей. Те, кто ходит в церковь, относятся к этому скептически. И я не могу к ним подобрать подход. Ксения Юрова. Анастасия. Очень благодарна вам. Спаси Христос. Кстати, пользуясь возможностью, выражая свою признательность за ваши песни. Слушать их без слез и замирания сердца просто невозможно. Анастасия. Если человек желает, конечно, давать Библию. Я советую начинать читать с Евангелия. Слава Всевышнему. Ксения Юрова. Валентина. Совершенно с вами согласна. К тем, кто ходит в церковь, действительно, очень сложно подобрать подход. Но слава Христу. Получается. Даже приходит на ресурсы Игнать Тихоновича и принимает информацию об обманном крещении каплями воды. Валентина Сортисон. Церковные всегда сами иного знают и не позволяют себя учить. Хотя мне много бы хотелось им сказать. Нам тут наверное слово много. Иного много, да. Они учатся в интернете. К нам относятся с недоверием, так как они считают, что мы приняли второе крещение. Роман Фроликов. Ксения расскажите о себе. Наталья Усатая я приглашаю семью к себе домой. Муж приглашает тоже гостей. Обязательно накормлю, а потом и беседую. Муж меня конечно стесняется, но я не обращаю внимания. Ваш облик и одежда по форме дает расположение. Им даже стыдно, что они одеты и накрашены. Признают, что они так живут, но курды и ливанцы и арабы и арак не принимают и не хотят принять Христа как за спасителя. В этом случае я планирую взяться за изучение языка. Так еще на своем языке читать. Не могут вот тут тупик и Коран сами не знают и не читают, поэтому им тяжело, но дети их в школах католичество изучают, поэтому они уже читают по-немецки и с ними занимаются Красный Крест, а не ходят католикам. Эти семья приглашают и нас к себе. Неготовы я не увидела в них. Они любят русских, слушают, не то, что наши православные, махнут рукой и скажут, да ну тебя, или еще, ты случайно не из баптистов? Эфиопы у них там свое, но сейчас не знаю, почему приходят к нам в церковь. С ними я пыталась поговорить по-английски и по-арабски, но они не понимают, это для них что-то новое, но Писание читает, Христа за Спасителя принимают, но образ жизни их ни в какие ворота не едет. Они себя называют просто христианами, для них миссия это все за него и душу положат, если будут гонения. Они любители лучшей сладкой жизни. Со мной в доме для беженцев жила такая семья, их все родственники живут здесь по 20-30 лет. Имена все у них библейские. Мы хорошо дружим с этой семьей. Они настолько простые и открытые люди. Ксения Юрова 36 лет, жена Дмитрия Юрова. Вместе с мужем участвовать в занятиях по скайпу. Родилась и росла в неверующей семье. С детства интересовалась историей. Любила слушать рассказы родителей о семье, своих предках, что уже во взрослом возрасте помогло мне многое узнать о своих корнях, в том числе о священнической и монашеской родне. Была очень безболезненным ребенком, поэтому мысли о смерти посещали часто. О Боге ничего не знала, но понимала, что есть тот, кто все создал и кто всеми, в том числе мою, управляет. Мною. Мною. Мои детские рассуждения и поиски чего-то привели меня в храм. Сама пошла туда. Естественно, что ничего не поняла, и несмотря на то, что ходила в храм с некоторой регулярностью, никто на меня не обращал внимания, в том числе и священники. От протестантов получила Новый Завет. Вот все, пожалуйста. В синодальном переводе. И хоть своим детским умом не понимала ничего, но знала, что это священная книга. Уговорила маму меня крестить. В 10 лет в храме меня окропили над купелью, причастили и отправились миром. Так с миром, но не с Богом я жила. В храм ходить перестала, искала ответы на свои вопросы в проповеди священников. В 90-е по ТВ часто показывали отца Артемия Владимирова. Почему-то тогда он мне казался восплощением Христа. С упоением смотрела его и слушала. Потом были попытки найти Бога в проповедях отца Дмитрия Смирнова, отца Андрея Ткачева и так далее, но понимала, что все не то и не так. Молилась, просила Господа дать мне учителя, наставника и наставить на путь истины. Слава Христу была услышана. Сначала натолкнулась на сайт Игнатия Тихоновича во свете Библии. Испугалась. Подумала, странно, что сайт не священника, наверное, сектанты. Через какое-то время, это был уже 2016 год, опять натолкнулась на Ютубе на Игнатия Тихоновича и ролик про освещение машины Галины Загуляевой и Голубей. Следующий второй ролик Игнатия Тихоновича был уже про лагерь. И все, началось. Бессонные ночи и дни напролет проводила на видеоканале Игнатия Тихоновича. Заразила этим мужа. Стали вместе смотреть и слушать. Благодаря Игнатия Тихоновичу произошло мое истинное обращение покаяния. Православие открылось для меня не то, что по-новому, оно просто открылось тем живой и поныне. Наталья Усатая Слава Христу! Тогда вам надо думать о полном погружении. Грехи-то не смыты. Анастасия Слава Всевышнему! Вы ведь из России? Ксения Юрова Да, Наталья, не только думаю, готовлюсь и готовлю других. Виталий Калинников Анастасия, очень благодарна вам. Спаси Христос! Кстати, пользуясь возможностями, выражаясь своей признательностью за ваши песни. Слушать их без слез и замероседств просто невозможно. А что за песни? Дайте ссылку, пожалуйста. Слава Всевышнему! Время уже, Игнатьевич. Все, надо. Вы ведь из России во веки слава. Из России Анастасия и мы в России. Игнать Тихонович часто ассоциирует нас с Америкой, но, видимо, он нас когда-то с кем-то перепутал. Так с тех пор и поминает. Хотя я писал Игнать Тихоновичу откуда мы и где. Просто небольшой недоразумение произошло. Сработали ролик, так, перекинул их туда, я беру с роликов. Роман Фроликов, не зря я предложил рассказать о себе. Виталий Калиников, друзья, предложите музыкальное сопровождение к этому стихотворению. Виталий Калиников, классика приветствуется, орган, скрипки, духовые. Так еще немножко. Юрий Соболев, вчера, по милости Божьей, начался новый курс наших занятий. И как обычно, первое занятие самое сложное. Приходят разные люди, которые или остаются, или отсеиваются после первой встречи. Вчера посетили нас еретики-харизматы, но я не знал об этом изначально и вел занятия так, как и навык. как привык. Они выслушали все полтора часа, но на большее без, видимо, не рассчитан. В лице пришлой дамы начались вопросы и претензии. Их задело и оскорбило то, что я, как обычно, говорю, церковь и еретики. Церковь и еретики. Вот это последний их еретиков искорежило. Но я, так как слушатель Академии во свете Библии, руководствуясь и крепко держась вашего, Игнать Тихонович, наставления мне, говорить с ними, как власть имеющий, твердо продолжил. Другие слов в Святой Библии нет, только церковь и ересь. Остальное от лукавого. Нет никаких баптистов, пятидесятников и прочих. Если вам здесь не чешут спину, значит, ваша прописка в ином месте. Цитирует от меня просто. Это язык церкви и я буду говорить так, как говорят отцы наши, учителя. Бес в лице утлого сосуда, женщины, верещащий и вопиящий вылетел из аудитории. Это нужно было видеть. А вот спутник этой дамы остался, выслушал все, сказанное мной, и пожелал прийти снова. Вечером я задумался, а может еретики и правы, переменив практику, гладят и ласкают, говоря о мире во всем мире, приобретая человеков. Но тут же память моя возмутилась. Никак, никак иначе. Напомнив грозное обращение святого Яна Златоуста отца нашего, адресатом его проповедей безумный Манес, проклятый Арий, ересь Маркиона. Вам же, Игнатий Иванович, всегда мой благодарный поклон, в том числе и за ваши беседы с еретиками по скайпу. Обнимаю молитвенно, спасибо с Христом. Вот это последнее прочитай и все. Ваша беседа удивительна. Именно этот вопрос про детей мне вчера первым задали еретики. Вот совпадение. Прекрасная беседа, Игнатий Иванович. Все, пока на сегодня. Сколько прошло тут? 40 минут. Продолжение следует...